Здравствуйте, дорогие друзья государственного Эрмитажа. Вас приветствует команда Эрмитаж Онлайн. Начиная с 17 марта, когда музей приостановил прием посетителей на время карантина, мы активно показывали вам концерты, лекции и экскурсии из музея. За несколько дней эти материалы посмотрели миллионы человек, и мы это очень ценим. Понимая, что карантинная ситуация может ухудшиться, мы в кратчайшие сроки оттеняли новые сюжеты о жизни музея. Хотим отметить, что эти сюжеты позволят вам посетить временные выставки и постоянные экспозиции, помещения хранения и реставрационные лаборатории, о которых расскажут не только профессиональные экскурсоводы, но и реставраторы, хранители, научные сотрудники, археологи, в общем, те люди, которые помогают нам с вами сохранить культурное наследие мира. Все наши трансляции вы можете посмотреть в социальных сетях согласно расписанию. Ежедневно в 10.30 на официальном сайте Государственного Эрмитажа и его социальных сетях будет публиковаться подробное расписание на день. Во время эфира мы постараемся обеспечить присутствие рассказчика, который сможет ответить на все ваши вопросы в чате. Ваш Эрмитаж с вами всегда. Добрый день! Мы приветствуем вас в залах главного штаба Государственного Эрмитажа. Сегодня героем нашего выпуска будет Марис Дени, и о нем нам расскажет Лилия Галимова, сотрудник научно-просвестительского отдела. Здравствуйте! Мы сейчас находимся в галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых. Отсюда открывается замечательный вид на Дворцовую площадь и на Зимний дворец. Но мы сегодня будем больше смотреть, конечно, не на улицу, а на картины. И сегодня мы будем говорить о картинах Мариса Дени в собрании Эрмитажа. Марис Дени – французский художник, родился он 150 лет назад, в 1870 году. И когда он был совсем молодым человеком, его друзья-художники прозвали его Наби – прекрасный иконописец. Ну, что значит Наби, мы поговорим чуть-чуть попозже, а вначале почему он прекрасный иконописец. И чтобы с этим разобраться, мы с вами обратимся к самой ранней картины, к картине Дени в нашем собрании. Вот она, совсем небольшая вещь, называется она «Встреча». Дени ее написал, когда ему было 22 года. И я думаю, что многие посетители Эрмитажа проходят мимо этой картины, она совсем небольшая. Но на самом деле она очень изысканная, очень тонкая по цвету. Ну а что здесь вообще происходит? Смотрите, на первый взгляд. Здесь две женщины, одетые, судя по всему, как современница Дени. Одна из них пришла в гости к другой, хозяйка вышла из дома. Ну это хороший загородный французский дом. Розовые стены, зеленые ставни. Наверное, служанка придерживает дверь. Ну а перед домом сад, а в саду бассейн. Из бассейна пьют воду белые голуби, и стоит модный керамический садовый вазон. Могла такая сцена произойти где-то в парижском пригороде в конце XIX века? Могла, безусловно. Но на самом деле Мария с Дени изображает здесь библейский сюжет. В Евангелии от Луки рассказывается, что во время Благовещения Дева Мария от Архангела Гавриила узнала не только о том, что у нее родится Сын Божий Иисус Христос. Она узнала и о том, что ее немолодая бездетная двоюродная сестра Елизавета ждет ребенка. Этот ребенок будет, да, этот ребенок это Иоанн Креститель. И Мария отправляется в гости к Елизавете, и когда Елизавета услышала приветствие Марии, она впервые почувствовала шевеление младенца. Так и Иоанн Креститель приветствовал Богоматерь и приветствовал младенца Христа. Ну а в этот момент на Елизавету снизошел Святой Дух, и она узнала, какая судьба ждет ее родственницу и какого ребенка она родит. И вот этот сюжет на самом деле в европейском христианском искусстве изображали на протяжении столетий. Самый первый известный пример это римский саркофаг 5 века н.э. И с тех пор вот постоянно этот сюжет встречался в европейском искусстве. И изображали эту сцену, как правило, традиционно. Две женские фигуры, они либо обнимают друг друга, либо стоят друг перед другом. И где-то с эпохи Возрождения, то есть примерно с 15 века, этих женщин начали изображать перед домом Захарии, мужа Елизаветы. И обратите внимание, все необходимые детали здесь присутствуют. Вот две женские фигуры, дом. И, кстати, белые голуби здесь тоже не просто так. Белые голуби – символ святого духа. Но Борис Денин здесь поступает тоже как художники эпохи Возрождения. Он своих персонажей библейских одевает в костюмы своих современников и помещает их в привычную для себя обстановку. Художники 15 века, 16 века делали то же самое. Но в это время, в конце 19 века, когда жил Борис Денин, европейские любители искусства очень серьезно интересовались искусством начала эпохи Возрождения. Но если многих эта эпоха интересовала в основном с художественной точки зрения, Мориса Денин интересовала еще и духовное наполнение. Дело в том, что Морис Денин был ревностным католиком с самого детства и до смерти. Когда ему было всего 15 лет, в своем дневнике, а дневник он вел с 13 лет до самой смерти в 73 года. И вот в 15 лет этот юноша в дневнике написал. Да, нужно, чтобы я стал христианским живописцем, чтобы я прославил все чудеса христианства. И вот к христианским темам он обращался постоянно. Надо сказать, что среди молодых художников в конце 19 века это было не так уж и распространено. И вот друзья прозвали Денин прекрасный иконописец. Вот так появилась одна часть его прозвища. Ну а Морис Денин вообще был таким, знаете, ну очень прилежным юношей, скажем так. Он хорошо учился, он интересовался искусством. И опять же в своем дневнике в 13 лет он писал, как его восхищают работы Ботищелли, Рафаэля, Фрабиат Анжелика, которые он видел в Лувре. Он описывал красоты церковной службы. Но когда он еще учился в лице, еще был подростком, он увлекся серьезной философией и с 14 лет начал заниматься искусством. И надо сказать, что когда он еще был совсем молод, в его творчестве очень часто чувствовалось, какие события происходят в его личной жизни в данный конкретный момент. Вот, например, в 1892 году ориентировочно Морис Денин написал свадебное шерсть лес, стволы деревьев. Деревья напоминают колонны в храме. И как будто бы свадебная процессия, она движется между этих колонн. И вы можете представить себе свадебный марш, и вот его размеренный торжественный ритм соответствует ритму этих деревьев и этих фигур. Но чтобы немножко так сгладить эту торжественную размеренность, посмотрите, как Морис Денин изображает тени. Конечно, в реальности таких ажурных теней быть не может, но тени деревьев он превращает в такую кружевную синюю сетку. Ну и, конечно, очень хорошо чувствуется освещение. Опять же, представьте, осенний лес, солнечный день, золотые пятна света и густого, красивого, синего цвета тени. Но, кстати, что интересно, мы за этой свадебной процессией только наблюдаем. Мы не гости, которые участвуют в этой церемонии, потому что перед нами стволы деревьев, которые эту свадебную процессию от нас заслоняют. Мы только наблюдатели. А, вероятно, эту картину Морис Денин написал под впечатлением от своей помолвки. Вообще, Морис Денин был единственным ребенком. Он был очень талантлив, это был очень умный мальчик. И родители рассчитывали, что он добьется такого высокого положения в жизни. И родители хотели, чтобы он вначале выучился, достиг какого-то определенного положения, занял место в жизни, но и потом только создавал свою семью. Но в 20 лет Морис Денин познакомился с юной Мартой Мюрье. И с тех пор жил только мечтами о браке с ней. Родители, его отец был против этого брака. Но, вы знаете, вот этот покладистый юноша, который своим родителям никогда серьезных проблем не доставлял. Вот если что-то было для него принципиально, он умел настоять на своем. И, преодолев сопротивление отца, на Марте он все-таки женился. И с тех пор Марта становится главной музой Мориса Денин. Она появляется практически во всех его произведениях. Он писал саму Марту. Марту в образе библейских героинь. Марту как античного персонажа какого-либо. И, например, когда Марта ждала их первого ребенка, Морис Денин снова вернулся к теме посещения Марии Елизаветы. И мы с вами возвращаемся к противоположной стене. Вообще, этот сюжет посещения Марии Елизаветы Денин писал очень много. Недаром даже в нашем собрании две версии этого сюжета. И, посмотрите, здесь он выбирает несколько иной вариант. Вот если в более ранние вещи женщины обнимали друг друга, здесь они стоят друг перед другом. Но и здесь причудливо сочетаются личные мотивы и общие христианские символы. Вот, например, лица Елизаветы и Марии практически одинаковые и почти не прописаны. Да, Мария и Елизавета – двоюродные сестры. Они могут быть похожи друг на друга. Но на самом деле в обоих случаях это профиль Марты, жены Денин. И очень характерная прическа – такой узел пышных тяжелых волос. А еще такой занятный момент. Ну, как здесь отличить Марию от Елизаветы, если учесть, что у них одинаковые лица? Да, здесь есть разные признаки. Оно самое явное для современников Денин, хотя, может быть, не такое явное для нас сейчас, жителей 21 века. Обратите внимание, Елизавета с непокрытой головой, потому что она у себя дома. А Мария, она приходит с улицы. Поэтому на ней вот такая модная шляпка. А еще Мария и Елизавета находятся перед аркадой. Это тоже классический прием. Их очень часто изображали перед арками. Арками храма, арками городскими какими-либо. Но здесь этот классический мотив арок у Денин превращается в такую модную садовую решетку французскую, увидитую разными растениями. Кроме того, чуть ниже розы. Розы – символы Дева Марии. Ну, а дальше городок. Этот городок – это Сен-Жермен-Ан-Ле. Это небольшой пригород Парижа, где жила семья Денин, семья Марте. Ну, а потом они, молодоженок, поселились в этом городке тоже отдельно от родителей. И еще один занятный момент. А на самом деле Назарет, где жила Мария, находится примерно в 140-150 километрах от пригорода Иерусалима, где жили Елизавета и Захария. То есть Мария шла, естественно, не пешком. Как она могла добраться до Елизаветы в реалиях XIX века? Она могла приехать на наемном экипаже. И посмотрите, этот кэт, так называемый, вот он изображен перед воротами дома, усадьбы Елизаветы и Захарии. Так что вот такие мотивы. А еще этот праздник посещения Марии Елизаветы католическая церковь празднует в начале лета. А здесь явно осень. Дело в том, что первенец Марисы и Марты, Жан-Поль, родился как раз в октябре. И вот этот личный мотив Марис-Беги снова сюда вносит. Долгое время считалось, что именно первенец Жан-Поль изображен в картине «Мать и дитя». Она здесь рядом. Оно сейчас считается, что это старшая дочь художника, Наэль. Но дело в том, что у Мариса и Марты было семь детей. И когда рождался каждый ребенок, Марис Дени Марту с этим ребенком писал много раз. Поэтому вот этих изображений Марты с детьми сохранилось очень много. Это зачастую затрудняет датировку. Но, конечно, Дени не был бы Дени, если бы, обращаясь к такому сюжету, он не задумывался о сюжете классическом «Мадонна с младенцем». Но здесь все-таки больше лично. Посмотрите, сколько нежности в этой композиции. Она очень лаконичная, но очень чувствуется характер. Вот этот совсем маленький ребенок, еще совсем крошечный, но он так бесстрашный и весело смотрит на зрителя. А ведь его лицо написано очень лаконично. Там буквально несколько пятен, светлых таких пятен, щечки, лоб, глазки, пуговки. Но характер здесь уже есть. Ну а Марта, и я думаю, что наши зрители уже Марту начинают узнавать в картинах Дени, но уж к концу нашей сегодняшней прогулки будут узнавать ее точно, Марта здесь вся словно растворяется в нежности к этому самому ребенку. А еще раз за дверью здесь еще одна комната в этой картине. И там окно. Если мы к этому окну присмотримся, мы поймем, что сейчас вечер. Знаете, когда солнце уже близко к закату, вот такой вот красивый перламутровый золотистый свет, и вот этот золотистый свет, он в этом самом окне. Ну а когда мы рассмотрим это окно, мы вдруг поймем, что точно такое же окно должно быть где-то слева. Ну, слева для нас. Потому что посмотрите, как падают тени. Вот они падают в сторону, ну а лица Марты и лица ребенка очень ярко освещены. Надо сказать, что талант дени больше всего проявлялся в таких лаконичных, сдержанных, очень тонких по цвету композициях. И недаром даже в Библии он выбирал какие-нибудь сюжеты, лишенные драмы. Он не писал какие-то сюжеты, связанные с борьбой, со смертью. Вот он писал встречу Марии и Лизаветы. Это Христа в доме Марты и Марии. Это сюжет тоже из Евангелия от Луки. Христос во время своих странствий приходит в дом двух сестер, Марфа и Мария. И Марфа начинает заниматься хозяйственными делами. Готовить еду, накрывать на стол. Ну а Мария садится к ногам Христа и слушает, что Христос говорит. Марфа, если недовольная, обращается к Христу, седуя на свою сестру, говоря о том, что вот, моя сестра мне не помогает, а я ведь забочусь обо всем. Христос на это ей отвечает. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, но нужно лишь одно. А Мария выбирает правильно, и это у нее не отнимется. Нам нужно действительно в первую очередь думать о душе, ну а о земле и какие-то заботы потом. Этот сюжет Данией изображал тоже очень часто, и он тоже имел для него такую личную основу. Дело в том, что ведь имя его жены Марта, Марта это французский аналог, вернее, французский вариант имени Марфа. И вот когда он женился на Марте, вот эту Марфу библейскую роль он изображал постоянно. Ну и посмотрите, здесь опять же, я думаю, вы Марту Данией уже узнаете. Две эти женщины, у них одинаковые профили, одинаковые прически. И здесь скорее, как будто бы даже не два разных человека, а словно две ипостаси одного человека. Такая светлая, кухонная и земная, плотская. Да, вот Мария, то есть, а в светлую, ну а Марта в темную. Кроме того, здесь целый ряд разных символов. Ну вот, например, блюдо в руках у Марфы. На этом блюде яблоки. Яблоки – символ первородного греха. И виноград. Виноград – символ крови Христовой. Ну и что еще тоже интересно, не знаю, получится у нас сейчас это показать, но пейзажный фон в этой картине точно такой же, как в «Посещении Марии Елизаветы». Обратительный момент. Вот та же самая стена. Получается, у нас это запечатлеть. А та же самая стена, тот же самый дом. Вот тот самый городок, где Мария с вами жила. Опять же, какие-то моменты, связанные с его повседневной жизнью, жизнью вечной, вот в этот библейский сюжет подникают. Я думаю, многие наши зрители, знакомые с картинами Поля Гогена, удивятся, когда я скажу, что Морис Дени писал эту картину в то время, когда он находился под очень сильным влиянием Гогена. Дело в том, что Гоген ведь такой яркий, тропический, ну а у Дени такие серебристо-серые, перламутровые, сдержанные композиции. Но на самом деле Гоген и Дени просто были людьми разного темперамента. Но они использовали в то время один и тот же художественный метод. Этот метод многие исследователи сравнивали с витражами. Представьте себе витраж. В витраже довольно точный рисунок, точный контур. Этот контур задан самой рамой, самой конструкцией вот этой свинцовой. И в этот контур вставляются цветные стеклышки. И там практически нет никаких мелких деталей. И здесь, посмотрите, примерно то же самое. Там точный контур и как будто бы разноцветные стеклышки вставлены в эти очертания. Вот все это напоминает витраж. Но не только Морис Дени в это время увлекался работами Гогена, а многие его друзья в том числе. Он учился в то время в Академии Жулиана. Это было такое частое художественное учебное заведение. И в Академии Жулиан он подружился со многими другими студентами. И они решили основать такую творческую группу, которая называлась Наби. Вот отсюда первая часть его прозвища. Наби – прекрасный экономист. Наби с ивритом переводится в пророки. Вот так они себя называли немножко с претензией. Но дело в том, что это были очень хорошо образованные молодые люди. Они увлекались разными культурами. Культурами древними, восточными. И вот выбрали для себя такое имя на иврите. Они немножко играли в такое тайное общество. Они устраивали собрания. Собрания эти они называли тайными, такими собраниями. Когда кто-нибудь из них говорил, им вручали посох, который они сами разработали и сами сделали. Они устраивали разные игры. У них был свой секретный язык. И, например, письма друг к другу они подписывали следующим образом. «В твоей ладони мое слово и моя мысль». Вот у них была такая игра. Сейчас это может все показаться немножко нелепым, но все-таки задумайтесь, они были в то время еще совсем молоды. Марису Дуни, например, было около 20 лет, а самому старшему из них, Сюрюзье, было 24. Так что это была вот такая игра молодости. А при этом они, да, вот есть разные художественные объединения, в которых художники стремятся в живописи прийти, да, решить одну и ту же задачу. А «Наби» было скорее таким объединением, которое собралось благодаря дружбе и благодаря общему интересу к культуре. Но при этом они позволяли друг другу быть совершенно разными. И друг друга называли тоже по-разному. Ну, вот, например, Мариса Денида называли «Наби прекрасный иконописец». Пьера Бонара, еще одного члена группы «Наби», называли очень японствующей «Наби», потому что он очень увлекался японским искусством. А еще одного «Наби», например, Пьера Рансона, Поля Рансона, прошу прощения, называли еще более японские «Наби», чем японские «Наби». Ну, такие у них были шуточные имена. Но и при этом они действительно позволяли друг другу быть разными. И вот Амарис Дени, например, в это время был очень близок к символизму, к художникам-символистам. И, пожалуй, самая символистская вещь в нашем собрании – это фигуры в весеннем пейзаже или священная роща. Вот она здесь перед нами. Символизм. Художники-символисты обращаются к разным ассоциациям зрителей. Иногда это могут быть очень откровенные ассоциации, иногда смутные. И я думаю, что у каждого из наших зрителей появятся свои ассоциации, свои идеи на тему того, что Дени здесь изобразил. Но мы все-таки обратимся к таким наиболее общепринятым во времена Дени. Здесь три женские фигуры. Кто это? Возможно, это три Грации. Может быть, и нет. Но вряд ли кто-то сможет предположить, что это обычные крестьянки, которые пришли на опушку леса. Кроме того, опять же, у них у всех лица Марты Дени, ее прическа, ее осанка, ее фигура. Одна из них, одна из этих девушек в белом платье. Белое платье – символ невинности. Ну и вообще, девичество всегда сравнивали с лесной. Здесь весна вокруг этих девушек. И эта девушка в белом платье, она что-то пишет на стволе дерева. С одной стороны, это такая оригинальная подпись художника. Там его инициалы. И год, в котором он написал эту картину, 97-й год. А с другой стороны, во Франции, в французских деревушках был такой обычай. Девушки гадали, как это бывает, наверное, во всех странах и в наших дни тоже. И девушкам, конечно, было интересно узнать имя своего суженого. И когда они его каким-либо образом, это имя узнавали в процессе гадания, они это имя писали на стволе дерева. И здесь получается Марта, жена Дени, на тот момент уже жена Дени, но здесь она, условно, невеста. Вот она имя своего будущего мужа на стволе дерева пишет. Вот такой момент двойной. И подпись, и вот момент гадания. Кроме того, в этом пейзаже, вокруг этих фигур, ромашки. На ромашках гадают не только в России. Ну и рядом здесь, на втором плане, изображены олени. Олень – священное животное богини Дианы. Богиня Диана – покровительница молодых девушек. И эти олени, они ведь совсем недалеко от этих девушек, но при этом они их не боятся. Вот такая священная роща, где все прекрасно, где нет страха, где нет чего-то негативного, вот прекрасное, светлое место. Но, может быть, вы обратили внимание, что эта вещь по стилю, по характеру написания отличается в предыдущих картин Марии Садыни, тех, что мы с вами видели сегодня уже. Здесь больше мелких деталей, более точный рисунок, прописанные лица. В это время Дени постепенно отходит от влияния Гогена. Он возвращается к искусству классическому. Здесь, в общем-то, классическая организация композиции. Довольно классическим способом решена вся эта картина. Но, тем не менее, все-таки влияние конца XIX века здесь тоже хорошо чувствуется. Картина эта была в собрании Петра Ивановича Щукина. Больше известен его брат Сергей Иванович Щукин, вернее, больше известен как коллекционер именно французского искусства. Но Петр Иванович Щукин тоже собирал коллекцию. И коллекционером он был таким, можно сказать, всеядным, чего только в его собрании не было. В том числе и вот эта картина Дени. Сергей Иванович Щукин тоже несколько картин Дени приобрел, но из русских коллекционеров больше всего творчеством Мариса Дени увлекался Иван Абрамович Морозов. Первая работа, которую Иван Абрамович Морозов у Дени приобрел, это вот этот священный источник в Гиделе. Такая небольшая вещь. А Гидель – это местечко в Британии, французская провинция. Дени туда ездил довольно часто, посещал все эти места, связанные с христианскими разными историями, с чудесами, которые происходили по поверьям на этих землях. И вот этот источник со святой водой здесь изображен. Так считалось, местные жители верили, что это святой источник. Очень живая, небольшая композиция, очень красивая по цвету. Тоже ощущается солнечный свет, который проходит сквозь ветви деревьев и падает на каменное обрамление этого источника. Чипцы женщин Ивану Абрамовичу Морозову эта композиция понравилась, он ее приобрел, и с тех пор началось его сотрудничество с Морисом Дени. Как-то уже следующим летом он отправился в мастерскую Мориса Дени. У Мориса Дени в это время была незаконченная работа в мастерской, однако классический сюжет в акте Ариадна. А Морозов эту композицию увидел, она ему понравилась, и он эту еще незаконченную композицию у Дени приобрел. С условием, что Дени эту композицию закончит и напишет еще парную к ней. Композиция, как я уже говорила, называется «Вакх и Ариадна». И исходя из названия, можно предположить, что заглавные герои Вакх и Ариадна они должны быть где-то на переднем плане. Но нет, на переднем плане здесь просто купальщики. На самом деле Ариадна, греческая героиня, вот она изображена, она на скале возлежит, она утром просыпается, ее афинский герой Тесвей бросил здесь на острове, на острове Наксос, но ее находят двух вина и винодельные Вакх, и он делает ее своей женой. Так история Ариадны заканчивается хорошо. И как в свое время Морис Дени христианские сюжеты совмещала с какими-то наблюдениями современной ему жизни, с какими-то личными мотивами, также здесь он эту античную сцену превращает в такой момент купания на пляже в конце 19 века. И здесь персонажи, члены свиты Вакха, вот они в виноградных венках, колесницы Вакха, ну а рядом купальщики, и в образе этих купальщиков Морис Дени показал своих знакомых, тех, кто приезжал к нему в гости, в его виллу, опять же, в Британию. Так что вот такое совмещение античной истории и истории современной художнику. Но когда Морозов приобрел эту работу, он, в общем-то, убедился в том, что Морис Дени как художник ему нравится, и он решил сделать Морису Дени очень крупный заказ. Иван Абрамович Морозов заказал Морису Дени панно для музыкального салона своего особняка в Москве на Пречистинке. И мы с вами сейчас отправимся в гости к Ивану Абрамовичу Морозову. Вообще получается такое удивительное путешествие. Те наши зрители, что находятся не в Петербурге, побывали в Петербурге, а теперь мы, можно сказать, отправляемся в Москву, в гости к Морозову. Вообще, когда Морозов сделал этот заказ, он мне обозначил тему какую-то. Вот, посмотрите, представьте себе, что мы в гостях у Морозова. Он мне назвал тему, и он оставил выбор темы на усмотрение художника. Только попросил что-нибудь классическое. Морис Дени выбрал историю Амура и Психея, предложил эту тему Морозову. Морозов согласился. Историю Амура и Психея рассказал римский автор II века н.э. Апулей. История эта начинается вот здесь. Психея – прекрасная юная девушка. Здесь у нее роскошные золотистые волосы, пышные, венок цветочный на голове. Психея была младшей дочерью в царской семье. У нее было две старшие сестры. Ну и как это часто бывает в таких сказках и легендарных историях, две ее сестры были просто красивые. Психея была потрясающая красавица, божественно прекрасная. И так она была хороша, что и ей разные люди, которые ее знали, стали оказывать божественные почести, обочитая ее как воплощение Венеры, богини любви и красоты. Венера об этом через некоторое время узнала. Венера поняла, что в ее храмы не приносят дары, ей больше не молятся. Венеру это, конечно, совершенно не устроило. Тогда она решила Психею наказать. И Психею показала своему сыну Амуру, богу любви. Вот он изображен здесь тоже рядом. И она попросила у Амура, чтобы Амур внушил Психею любовь к самому ничтожному, самому никчемному человеку на земле. Вот так Амура должен был Психею наказать. Но замысел Венеры не получился. Дело в том, что Амур, когда увидел Психею, сам в нее влюбился и думал, как же эту любовь притворить в жизни. Но тем временем у Психеи все было тоже не так гладко. А две ее старшие сестры вышли замуж. А Психеей все восхищались, но руку и сердце ей никто не предлагал. Она беспокоилась из-за этого. Беспокоились ее родители. И ее отец даже обратился к Аполлону с просьбой помочь объяснить, почему его младшая дочь не выходит замуж. Аполлон с ней зашел до отца Психеи и дал ему такой вот туманный и зловещий ответ. Прорицание заключалось примерно в следующем. Отцу Психеи не стоит ждать смертного зятя, его зятем станет чудовище, которого боятся все, боится даже Юпитер, царь богов. И Психею нужно переодеть в траурные одежды, отвезти на вершину самого высокого обрыва и ее там оставить. Там ее это страшное чудовище заберет. А вот Психею приводит на вершину этого самого обрыва. Обратите внимание, вокруг нее разные ее близкие, они уходят, вот так они плачут. Ну а Психея говорит, что это наказание за тщеславие и что нужно было беспокоиться уже в тот момент, когда ей стали оказывать вот эти самые божественные почести. Ну а посмотрите, Амур и его друг, бог ветра Зефир, вот они уже на облаке за этим всем наблюдают. Ну и Зефир, когда Психея заснула, Зефир переносит Психею на прекрасный остров. На этом острове великолепная природа, все очень красиво. И самое главное, на этом острове прекрасный дворец. Этот дворец, это такое вот воплощение всех искусств. Все искусства, которые существовали в то время, в этом дворце проявились. Психею окружают невидимые слуги, она слышит только их голоса, они ее кормят, они ее развлекают, играют на музыкальных инструментах и говорят ей, что ночью, когда стемнеет, к ней придет таинственный супруг и вот он будет с ней ночь проводить. Действительно, стемнело к Психеи, приходит таинственный супруг, проводит с ней одну ночь за другой и через некоторое время она к нему привыкает, она его полюбила. Но главное условие вот этих встреч с этим таинственным супругом, она не должна его видеть. Но все у Психеи хорошо, но днем ей все-таки скучно, потому что ночью она с этим супругом, а днем она совершенно одна на острове. И она у своего супруга просит возможности для ее сестер, чтобы сестры ее на этом острове посетили. Кроме того, семья Психеи до сих пор не знает, что с ней произошло, и семья Психеи думает, что вот это страшное чудовище ее похитило. Но таинственный супруг вначале против этой идеи, но она его упрашивает, он соглашается, но соглашается с тяжелым сердцем и говорит о том, что Психея ни под каким предлогом не должна его все-таки видеть. Сестры несколько раз попадают к Психеи, их тоже ветер переносит на этот самый остров, и сестры Психеи начинают завидовать. Вот она на таком прекрасном острове живет. И сестры решают как-то жизнь Психеи испортить. Они узнают у родителей, что точно Аполлон предсказал для Психеи. Они узнают, что вот, согласно предсказанию, какое-то злобное чудовище похитило Психею. Ну и они понимают через некоторое время, что Психея точно не знает, как ее супруг выглядит. И они Психеи говорят, что твой муж это страшный дракон, он тебя откормит, и в тот момент, когда тебя окончательно так откормят, он тебя съест. А Психея в это время еще ждет ребенка. И сестры говорят Психеи, что чтобы этого дракона победить, она должна сделать следующее. Она должна спрятать где-то рядом с ложем светильник и бритву. И в тот момент, когда ее супруг заснет, она этот светильник должна зажечь и отсечь супругу голову. Вот так она этого дракона сможет победить. Психея послушала сестер. И она, когда супруг ее таинственное засыпает, она зажигает светильник и видит перед собой не какого-нибудь дракона, а видит божественно прекрасного юношу. Она в него влюбляется еще больше, любуется им, смотрит на него. Но пока она им любуется, капля раскаленного масла падает из этого светильника на кожу Амура. Амур просыпается, он разгневан. Во-первых, капля горячего масла во сне это совсем неприятно. Ну и кроме того, ведь его запрет нарушен. И он Психею покидает. Психея начинает искать Амура. Перед этим она, правда, отомстила своим сестрам. Но и она, разыскивая Амура, подвергается самым разным испытаниям. В итоге она приходит к Венере, к матери Амура. А Венера в это время узнает, что Амур совсем не наказал эту смертную, которую оказывали божественные почести, а наоборот, влюбился в нее. И теперь эта смертная ждет еще и ребенка от Амура. И Венера начинает тоже Психею разным испытаниям подвергать. Каждое испытание все хуже и все страшнее, но разные природные силы, опять же, как это бывает в сказках всевозможных, а то там колосок, травинка, ручеек, вот что-нибудь Психея постоянно помогает. Венеру это, конечно, не устраивает. Она эту смертную должна наказать, а смертная постоянно из этих испытаний выходит. Но в итоге Венера назначает самое страшное испытание. Она говорит, что все вот эти нервные процессы, которые вот в ее жизни происходили, повлияли на ее красоту, и теперь красота Венеры из-за переживаний по Мерклу. Поэтому ей нужно получить у Прозерпины, царицы подземного мира, шкатулку с божественной красотой. И вот она Психею отправляет в подземное царство за этой самой шкатулкой. А в подземное царство попасть совсем непросто. Психея преодолевает многочисленные препятствия на своем пути, но в итоге у Прозерпина действительно получает эту самую шкатулку. Выходит из подземного царства, что тоже совсем нелегко, и, казалось бы, все уже должно хорошо закончиться, но тут Психея снова подвело любопытство. Психея задумалась, ведь в ее руках шкатулка с божественной красотой. Она ее отдаст Венере. Лучше ведь ее использовать для себя. Она открывает эту шкатулку, а там оказывается зачарованный сон. И она этим сном засыпает. Сон этот похож на смерть. Но в это время Амур сбегает от своей матери, он нашел Психею, он смог ее оживить. И Амур говорит Психее, что как-нибудь он эту ситуацию решит. Он отправится к Юпитеру, царю богов. И вот отправляется Амур к Юпитеру и просит Юпитера о помощи. Но Юпитер устраивает собрание богов, и во время этого собрания он Психею вводит в число богов и одобряет брак Психеи и Амур. На самом деле у современного человека, человека XXI века, может возникнуть предубеждение. Апулей написал эту историю во II веке нашей эры, и ему сейчас может показаться, что это какая-то древность, и что такая вещь может быть интересна только филологам, культурологам и так далее, разным исследователям. Но на самом деле Апулей эту историю писал очень живо, с очень прекрасным юмором таким. Так что читайте Апулей, рекомендую на русский язык великолепные переводы. Но несмотря на то, что Апулей всё это описывал с юмором, с эти приключения Психеи и Амура, философы и более позднего времени в этой истории видели не просто приключения вот таких античных персонажей, они видели путь души, Психея, душа, а вот через разные испытания душа, Психея приходит к любви, к Амуру, и таким образом, объединяясь, они попадают на небеса. Так что вот эта история Марисом Денисом здесь рассказана. И на самом деле в этой истории много таких вот драматичных моментов, моментов даже иногда кровавых, но Марис Денис, исходя, опять же, наверное, из своего характера, выбирает моменты такие более или менее сдержанные. У Марис Денис эскизы для этих панно писал в Италии, и многие итальянские виды здесь на самом деле узнаются, и многих своих знакомых он тоже изображал в образе вот этих самых античных персонажей. Ну и, кстати, его любимая жена Марта, без Марты он тоже не мог обойтись, но Марте в этот момент было около 40 лет, и у них было 7 детей с Марисом Денисом, поэтому в образе психеи её изобразить было бы довольно сложно, но без Марты Денис не мог обойтись, поэтому Марту он изобразил в образе Венеры. Вот Марта Денис здесь, в этой композиции тоже присутствует. Но когда Марис Денис начал над этими панно работать, он в Москве никогда не бывал, а ему Морозов просто отправил чертежи и размеры вот этого самого музыкального салона, и Денис написал основные вот эти большие панно, которые мы с вами посмотрели, и отправил их в Москву. В Москве их у Морозова разместили, и Морозов пригласил Денис приехать в Москву посмотреть, как это всё, в общем-то, в интерьере смотрится. Денис приехал в 1909 году, и Денис очень не понравился вот этот, как он сказал, мышиный цвет вот этого музыкального салона Морозова. Он счёл, что его панно не слишком хорошо в этом интерьере смотрится. Тогда он немножко изменил вот эти крупные панно прямо там в Москве, он приглушил их колорит, изначально колорит был более ярким, и, кроме того, добавил ещё несколько панно, вот эти вертикальные, узкие и надверные. Вот тот момент, когда Амур переносит психею, и вот тот момент, о котором мы с вами уже говорили, когда психею оставляют на обрыве вот её близкие. Так что получилась площадь живописи больше и меньше вот этого самого серого цвета. Что ещё важно? В этих панно очень чувствуется, что это эпоха стиля модерн. И надо сказать, что Морис Денис и другие художники группы Наби, они в том числе были творцами этого стиля. Стиль модерн с его любовью к таким сложным, изгибающимся линиям, к изысканной цветовой гамме, может быть, не всегда естественных, но очень таких красивых декоративных цветов. Вот модерн здесь чувствуется. Но и что ещё отличало художников группы Наби? Они презирали специализацию в искусстве. Они считали, что художник должен работать в разных областях. Художник в какой-то мере формирует среду, среду обитания человека. Такая, в общем, идея дизайна. Поэтому Денис сделал не только эти панно для музыкального салона, он сделал эскизы мебели, он сделал керамические вазы. Он сделал четыре вазы, вот две у нас сейчас в музыкальном салоне, две ещё в музее имени Пушкина в Москве. Ну и, кроме того, он посоветовал Морозову обратиться к скульптору Майолю, чтобы Майолю сделал фигуры тоже для музыкального салона, но фигуры эти тоже в Москве. Так получилось, что коллекция Ивана Абрамовича Морозова была национализирована в 1918 году. На основе этой коллекции и коллекции Сергея Ивановича Щукина был создан музей нового западного искусства, у него была непростая судьба, но в итоге, после войны, после Великой Отечественной войны этот музей прекратил своё существование. Думали, что с коллекцией делать. В итоге коллекцию поделили между Эрмитажем и музеем имени Пушкина в Москве. Делили буквально пополам примерно. И так получилось, что по Нодене они достались Эрмитажа. Я думаю, что многие наши зрители, которые посещали Эрмитаж в 20-м веке и в начале века 21-го, помнят, что французское искусство 19-20 века раньше висело на третьем этаже Зимнего дворца. В то время это панно там просто невозможно было представить, потому что площади не позволяли. Потом, когда было открыто здание главного штаба, это панно разместили просто в зале. Может быть, тоже кто-то видел, как они висели. А потом вообще было принято решение, решение это было реализовано к открытию выставки коллекции братьев Морозовых. Эта выставка проходила у нас в 19-м году. И вот к открытию этой выставки было воссоздано убранство музыкального салона морозовского особняка. Мебель была снова сделана, все архитектурные элементы восстановлены. И надо сказать, что Морозов в свое время тоже свой особняк перестраивал, в том числе для коллекций. И поэтому у него многие залы были предназначены для произведения искусства. Многие залы были со стеклянными потолочными плафонами. Но мы здесь, конечно, вскрыть крышу главного штаба не можем, поэтому у нас здесь светильник, который напоминает вот такой потолочный плафон, такое окно в потолке. Но таким образом мы практически побывали в гостях у Ивана Абрамовича Морозова. Так уж получилось, что в нашем собрании картины Мариса Дени в основном написаны до Первой мировой войны, потому что с началом Первой мировой войны, потом революции в России русские коллекционеры соответственно уже не могли полноценно приобретать произведения французского искусства. Но при этом, несмотря на то, что это произведение раннее, коллекция работ Мариса Дени в Эрмитаже превосходная. И она позволяет говорить о разных сторонах его творчества. И я надеюсь, что такая вот картина творчества Мариса Дени у нас с вами сегодня немножко получилась, сложилась. Ну и представление об этом художнике теперь тоже у зрителей наших будет. И когда вы посетите Эрмитаж, вы к этим произведениям уже подойдете, может быть, с несколько иным взглядом. Но на этом я, пожалуй, завершаю. Благодарю вас за внимание. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Ну а так, я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Вот такой небольшой, но очень полноценный экскурс в историю и жизни этого художника. При первой возможности мы вас приглашаем, конечно, в главный штаб на четвертый этаж. Здесь галерея памяти Щукина и братьев Морозова. Как только у вас будет возможность, мы будем рады вас здесь видеть. Лилия, спасибо большое за эту невероятно классную историю. Очень было интересно. И я думаю, многие взглянули по-новому на всю эту историю. И благодаря вам, и благодаря Марису Дени. Спасибо, что вы нас смотрели. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok